Наверняка многие жители столицы хорошо помнят пустующие порты и пассажирские терминалы, которые стали своеобразными символами пандемии. Гостиницы и рестораны тогда испытывали серьезные сложности с ведением бизнеса. И многие не понимали, зачем вообще мы строим круизный терминал. Но времена поменялись и вновь улочки старого города наполнились туристами со всего света. Немалая часть которых прибывает в наш город на круизных лайнерах. И хотя до показателей времен, когда мир не знал, что такой коронавирус пока еще далеко, все же специалисты отмечают, что сезон этого года достаточно хороший. В этом году у нас уже 136 судозаходов про круизных лайнеров. Это уже больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас только было 45 круизных заходов. И пассажиров уже в два раза больше. 130 тысяч уже были дали. И мы ожидаем, что до конца сезона у нас будет 171 круизных заходов и примерно 200 тысяч пассажиров. Конечно же, ожидания были более оптимистичны. Но события в Украине повлияли на многие сферы в Европе. В том числе и на круизный бизнес. Некоторые туристы попросту испугались и отказались от путешествия в нашу страну ввиду того, что мы являемся непосредственными соседями Российской Федерации. И тем не менее, даже те корабли, которые уже посетили нашу столицу, внесли большой вклад в развитие туристического сектора. На самом деле, круизный турист очень важен для Таллина. В первую очередь, потому что это потенциальный турист уже на более длительный период в будущем. Потому что опросы показывают, что заинтересованность в Таллине есть. И круизные туристы хотят и планируют возвращаться в Таллин уже на более длительное время. На этой неделе в Таллинском порту ожидается 12 круизных лайнеров. Количество пассажиров на всех разное. От люксовых кораблей, где не более 100 пассажиров, до больших лайнеров, на которых более 3,5 тысяч туристов. И несмотря на то, что календарное лето подходит к концу, круизный сезон продлится до начала октября. А это значит, что мы еще не раз увидим большие красивые круизные суда в столичной гавани. И туристов на террасах ресторанов или гуляющих и фотографирующих достопримечательности старого Таллина. Вадим Малышкин, Мартейнло. Новости Таллина.